И сейчас мы прочитаем пьесу Марины Краковой, которая называется «Медведь», режиссер Марина Койко. Я думаю, что в конце суждения приветствуюсь. Конечно. Ну, не обязательно. Обязательно. Конец сезона, я думаю, что мы обсудим. Разнесем вообще всё. Вот, так что ваши комментарии. Действующие лица. Алиса, 25 лет. По машинам. Марат, 26 лет. Техник Григорий. Консультант по психологическому здоровью, сокращенно КМПСФ. Женский голос. Клиентка Алисы. Мама Алисы. Папа Алисы. Марат и Алис носят одинаковые образцы, которые на руках. Действие происходит в недалеком будущем. Мама Марата. Мама Марата. Да. Действие 1. Москва, 2033 год. Обычная комната в обычном доме. И вот мы проходим в этот зоопарк. Пришли мы туда, а нам говорят, что медведя там нет. Нет, будто никогда и не было. Что? Куда он взялся? Только представь, они посадили медведя в одну клетку с лисами. Медведя с лисами. Представила. И что? Ты правда не понимаешь? Чего я не понимаю? Медведя посадили в клетку с лисами. Как думаешь, что было дальше? И что? Он их съел? Кого съел? Ну, это твой медведь. Он что, съел чертовых лис? Как смешно. Нет, конечно. Ты что? Медведи не едят лис. Тогда почему ты мне про все это рассказываешь? Тебя спрашивало совершенно то другое. Тебя спрашивало правду. Я тебя расстроил? Ты почувствовала себя ненужной? Нет, я тебе в порядке. Внезапно вспомнил эту смешную историю и захотел тебе ее рассказать. Прости, но мне почему-то совсем не слышно. Это ты мне не прости. Это вызвало у тебя негативные переживания? Нет, я в порядке. Просто мне иногда кажется, что... Как бы это сказать? Что ты недостаточно увлечен в улучшение нашего совместного бытового пространства. Правда так кажется? Да. Я ни в коем случае не хочу быть хриорично и высказывать оценочное осуждение. Нет, все правильно. Хорошо, что ты про это сказала. Я ни в коем случае не хотел вызывать у тебя негативные переживания. Пусть будут там бумажные обои, почему нет? Сигнал браслета мы видим только Алису в луче прожектора. Это ее индивидуальная сессия. Алиса читает надпись на экране браслета. Любовь — это не тогда, когда человек делает для тебя этот мир, а тогда, когда вы творите его вместе. Да, сейчас мне надо подумать. Наверное, это про то, что у людей в отношениях обязательно должна быть совместная деятельность, с которой поведеняет. Наверное, если люди проводят ее много времени, то им хочется создавать что-то вместе. Ну да, это логично. Вот мы, например, решили на деньги, которые заработаем, сделать в минуту. Можно ли сказать, что мы троим вместе? Ну, не так, как, например, рисовать картины или писать роман, а в смысле пунктового соотворчества. Марат, конечно, не очень любит обсуждать в минуту, наверное, он не считает это творчеством, наверное, он для него это скучно. Но никакой другой совместной деятельности он не предлагает. Иногда я думаю, а если не предлагает, то что это означает? Может быть, я слишком давлю на него, и поэтому нет никакой мотивации? Наверное, он бы с вами общественностью подобраться, может сказать. Сигнал браслета, свет зажигается, действия продолжаются. Я не слишком давлю на тебя сейчас. Как думаешь, это не нарушает твои границы? Нет, нет, все в порядке, ты права. Надо обсуждать повышение соответственного потолоку пространства. Я очень в этом заинтересован. Хорошо. А как ты думаешь, можем ли мы обсуждать сейчас коверности, не слишком ли это вертикальная цена в прошлом? Я не возражаю. Тебе все равно, да? Да нет, конечно. Я тоже слышал, что это сейчас модно, о коверности нет. Как может не нравится коверности? Брат, вот как ты думаешь, а если один выключался в местную деятельность, а другой нет, то не может ли это быть сигналом того, что их отношения трансформируются в лучшую сторону? Просто хочу уточнить. Потому что я не возражаю против ковра? Нет, не в этом дело. А в чем? В чем дело? Я не могу подобрать правильные слова, они просто не сгружаются. Алиса, мне кажется, что сложно оперировать абстрактными понятиями, когда обсуждаются отношения. Давай делать все по правилам. Ты с этим согласна? Да, конечно, ты прав. Можешь ли ты, пожалуйста, сформулировать, что конкретно тебя беспокоит? Максимально конкретно. Да, конечно. Максимально конкретно. Алиса закрывает глаза, голову в боку вдыхает и выдыхает несколько раз. Если конкретно, то мне не очень понравилось то, что ты сделал во время секса в последний раз. Сказать, что это было отвратительно или неприятно, ни в коем случае, просто не очень понравилось. Господи, что я сделал? И лопнул меня по заднице. Лопнул по заднице? Я это сделал? Да, два раза. Это же не запрещено. Или ты хочешь сказать, что я нарушил твои телесные границы? Извини, я не спросил тебя заранее. Ты никогда не делал так раньше? Да, не делал. А тебе сделал. Почему до этого ты это не делал? Я знаю, просто захотел и сделал. Извини, я хотел сказать, что я не помню, почему я это сделал. Но если это вызвало негативные переживания и дискомфорт, то тогда я больше никогда не буду так делать. Как ты думаешь, не может ли ситуация, когда один хлопает по заднице другого, под сигналом того, что один из понимает другого как объект или просто тело? Ну то есть обеспечиваемый кривой, используя для реализации своих сексуальных падок. Я сейчас чувствую прилив негативных эмоций. Даже злость. Можно я проявлю вербальную агрессию? Ну, если это действительно нужно, если это в средней степени, потому что я тоже очень напряжена сейчас. Да, хорошо, в средней степени. Я просто хотела уточнить, действительно ли наше отношение свободно от объективации представлять само взаимодействие двух субъектов, двух полноправных участников процесса? Алиса, да, мы оба полноправные участники этого процесса. Ты так говоришь, как будто находишься в плену стереотипов токсичной мускулиности. Но это же не так. Нет, конечно. Понимаешь, я просто хочу, чтобы ты предупреждал меня в следующий раз. Хорошо. Я всегда буду предупреждать по поводу всего, что я собираюсь сделать. Спасибо. Ну вот. Теперь, когда мы это обсудим, а я уже не спала, я буду воспринимать это нормально. Можешь лопать, но не сильно. Хорошо. Я буду делать это со средней функциональности. Хорошо. Договорились. Ольга и Андрей, кстати, приглашают нас в гости в субботу. Знаешь, что есть только абиболентные чувства в отношении к ним. Мы сходим туда, потому что для себя это важно. Да, я знаю. Но они об этом не знают. Не нужно их расстраивать, это не экологично. Давай сходим на пару часов. Давай. Ты говорила, что мы участвуем в зелах? Нет. Давай не будем. Да. Сигнал «Гросс» — это индивидуальная сессия Марата. Амаран читает надпись на экране браслета. «Любовь». Восхитительный цветок, но требуется отвага, чтобы подойти и сорвать его. Боже мой, какая чушь. Похоже на высказывание 50-летней давности. Откуда вы это откопали? С первой частью, ладно, окей, все понятно. Имеется в виду, что любовь — это что-то очень приятное. Дальше. Они намекают, что на это сложно решиться. Это и понятно, потому что в прошлом был риск, что если любовь оказывалась невзаимной, то это вызывало массу негативных переживаний. Ясное дело, никто не хочет страдать. Слышал, они даже могли покончить жизнь самоубийством или совершить убийство из-за любви. У них уже были АИ, ВР, АЭР, и не могли разобраться с собственными эмоциями. С нашими отношениями это никак не связано. Никто не будет страдать из-за того, что любовь прошла. Моя часть вознаграждения будет отличной компенсацией. Очень кстати подвергнулся это в вашем правиле. Сигнал браслета, сессия закончена. Действие 2. Комната Алисы в воздухе проектируется экран. На экране рекламный ролик. Красивая молодая пара, тут в одинаковых белых одеждах, порженому полу, держась за руку. Мужчина подхватывает женщину на руки и кружит ее. Они счастливо смеются и целуются. Звучит популярная романтичная музыка. Голос закатывает. Кто сказал, что идеальных отношений не существует? Благодаря изделав это возможно. Сделайте счастливым себя и своих близких. Невзаимность разрушает. Любовь возносит на вершины блаженства. Человек рожден для тотального счастья. Полная гармония и невозможная любовь достигается уже через неделю регулярного использования. Вы можете заказать изделав уже сегодня. Лицензия 547-586-97. Перед применением необходима консультация конфликтов. Входящий звонок прерывает ролик. Алиса разговаривает с кем-то на экране. Я проанализировала ваши посты за последние годы. Кажется, поняла, в чем причина падения у вашего ИПС. Это пока только гипотеза, и она нуждается в проверке. Но вы можете сделать аккуратный шаг и посмотреть, как это повлияет на ИПС популярность. Какая у вас гипотеза? Проблема в том, что ваша репрезентация в сети слишком идеальна. Что это значит? Делевизированный образ лежит подключение. Национальная дистанция между нами и ними становится слишком большой. И это может провоцировать оплот. Чувствую, должны быть такой же, как они. Как они? Ну да, у нас на шерховатости. Что-нибудь, что даст нам понять, что у вас тоже могут быть проблемы, или вы можете испытывать негативные эмоции. У меня нет проблем, и я не испытываю негативных эмоций. Я понимаю. Давайте пока не используйте детальные средства. Никаких суицидальных посланий, расканий, экстремального веселья или не дай бог хирургий. Давайте начнем с низкого градуса. С эмоционального высказывания о событиях, которые вас, например, расстроили. У меня ничего не расстроило. Может быть, вы чувствуете одиночным? Я же говорю, что все хорошо. Может быть, что-нибудь в связи с личными отношениями? Может быть, вас кто-то обидел или разочаровал? Может быть, вам не хватает любви? Любви? Хорошо, давайте попробуем по-другому. Представьте, что у вас свободный день, и вы можете сделать все, что хотите. Чего вы хотите? Я не знаю, это слишком сложно. Я не знаю, чего я хочу. Давайте попробуем закрыть глаза. И скажите, что вам первое приходит в голову? Мне приходит в голову, что мы разговариваем уже 15 минут, и я не понимала, что происходит. Мы просто пытаемся что-то зацепить. Если мы ничего не придумываем, то нам придется убить кого-нибудь из ваших домашних животных. Это по-нибудь индекс популярности? Не по-настоящему. Мы просто напишем пост от вашего лица, как будто ваше домашнее животное умерло. И вы переживаете. Обычно это работает у всех из домашних животных. Все любят котиков. И все будут вам все чувствовать. У меня нет котиков. Ну давайте убьем рыбок, они ничего не почувствуют. Рыбок я ни разу не убивала, но можно попробовать. Хорошо, обсудите все детали с моим консультантом. Через 1 минуту и 7 секунд у меня начинается другая встреча. Всего доброго. До свидания. Действие 3. Комната Марата и Алисы. Алиса качает пресс, ходит Марат. Что-то случилось? Все хорошо. Почему ты так думаешь? Часто ты занимаешься спортом, когда тебе тревожно. Не всегда. Иногда это дело, чтобы правда позаниматься спортом. Хотя мне правда есть некоторые определенные сложности, и я не хочу тебя нагружать своими эмоциональными переживаниями. Пауза. Звонил техник из Изилав, спрашивал, все ли понятно и нет ли у нас проблем? Что ты ему сказала? Сказал, что все понятно. Спросил у него, поможет ли система Изилав, если, например, один человек ведет другого, а потом разведет? Этого не произойдет никогда. Система не позволит этому случиться. Вот он так тоже сказал. То есть Изилав не позволит одного разведить другого? Конечно, в этом вообще весь смысл. Как же наша свободная воля? Свободная воля? Свободная воля проявляется, когда по собственному желанию влюбляешься в кого-то. А если что-то дальше не складывается, то это просто боги людей, которые мешают им поддерживать продуктивные отношения. Наше несовершенство это и есть, наше уникальное. Да просто профессиональная деформация. Знаешь, это сейчас было вести неувеличивое сказание, веселесование. Я чувствую подавленность в ней. Прости, пожалуйста. Не знаю, что я на меня нашел. Устал. Пауза. Алисия начинает качать пресс сильнее и быстрее. Что в этом делись? Такая сексуальная. Марат подходит к Алисии. Алисия кладет руку на колено. Ты же знаешь, что нельзя утилизировать адрес в сессе. Успокойся, я испарясь на тело, что не утилизация. Никакая ты не утилизация. Это на сто процентов мое спонтанное желание. Я только увидел тебя в таком виде и сразу ощутил его. Сигнал браслета. Сигнал браслета. Индивидуальная сессия Марат. Марат читает надпись на экране браслета. Ложь. Это трещина, в которую вытекает. Слушайте, где вы берете эти цитаты? Неужели это кто-то мог серьезно написать? Но ей Бог. Автор этого высказывания, если это человек, был идеалистом и идиотом. Разве ситуация изменится от того, что человек узнает неприятную правду? Зато он расстроится, и это будет неэкологично. Поэтому нет в этом никакого смысла. Эта чушь не имеет никакого отношения к нашим отношениям. Я никогда ей не говорю неприятных вещей. Все делаю по правилам. Это только формально я вру, а неформально сохраняю психологическое здоровье. Вот, например, когда мы в последний раз занимались сексом, ей гораздо приятнее, если ей сотражают страсть и желание, чем если бы я ей сказал, что это утилизация. Хотя в тот момент я был рад, что этот дурацкий хомяк сбежал. Сигнал браслета. Действия продолжаются. Сейчас будет секс? Да. Средний путь. Алиса нажимает на браслет. Тогда надо дать согласие. Марат нажимает на браслет. Да. Надо дать согласие. А представьте, этот тип не вызвела, а все подслуживаю. Показывает на браслет. Эй, привет, хватит шпионить. Говорит на браслет. Да брось, в первичном накоплении в вазу участвует еще миллион таких же пар, как мы с тобой. Все анализирует искусственный интеллект, расслабься. Марат и Алиса пытаются заняться сексом. Слышится, как в комнате кто-то скребется. Ты слышишь? Что? Послушай, какой-то странный звук. Да ладно, Заверно. Погоди, я такое впечатление, что это у нас под кровать. Как будто кто-то скребется. Я сейчас. Алиса убегает на секунду, возвращается. Эрнеста убежал. Плетка открыта, а ему нет. Да и черт с ним пойдем. А то найдем. Да нет, его прищемит кровать или он не сможет выбросить. Надо посмотреть. Заглядывай под кровать. Эрнеста! Эрнеста, ты где? Как вообще можно назвать хомяка Эрнеста? Чики вороблятия. Это чисто безуэя. Давай подведем кровать, он должен быть там. Ну, зашибись. Давай. Марат отоблегает. Эрнеста, Эрнеста! Тихо, ты слышишь? Перестал спастись. А если его прищемило? Да не прищемило, он захочет жрать, приползет. Нет, только он там прищемило, он организирует. Я не могу больше ничего говорить. Он там не организирует. Брось, пожалуйста. Все, он с ним нормально. Да. Ты сейчас давишь на меня, чтобы я подарила свои волосы. Я не хочу продолжать. Понятно? Может быть, нам даже и начинать после этого. В комнате звук, как кто-то скребется. Пауза. Марат одевается. Алиса одевается. А если я хочу выразить вербальную агрессию по пункту хомяка, то мне надо согласовывать это с тобой. Наверное, нет. Хорошо. Блядский хомяк! Ненавижу его, сука! Чтобы он сдох, чтобы у него отсохли ноги и глаза высохли. Чтобы он сожрал свой вонючий хвост и подавился. Песет он меня! Да пошли, они тоже нахуй! И хомяк этот пошел нахуй, чтобы кровать его прищебила жирную жопу, чтобы он умер в агонии! Свои эгонизирует он там, блядь! И никогда больше он не появлялся в моей жизни. Гори в аду, пушистая сука! Да что ты нахуй! Заебал меня, тварь! Ненавижу тебя! Ты мне не нужен! Мне не нужно без тебя, прекрасный уростный хомяк! Будь ты проклян! Действие 4. Марат и Алиса в комедите консультанта по психологическому здоровью. Кто-то сэр. Добрый день! Большое спасибо, что пришли. Я консультант по психологическому здоровью. Большое, пожалуйста. Нам поступил заброс от ваших соседей, поэтому мы должны убедиться, что у вас все в порядке и не в случае нарушения психологического здоровья. Обязано вас предупредить, что наша беседа записывается. Но все, что тут происходит, является конфиденциальной, собственным спортсменом психологическому здоровью правду. Послушайте, это не то, что вы думаете. Мы просто кричали на хомяка. Это запрещено. Наше ведомство не занимается жестовым обращением в жилье. Давайте следовать процедуру. Представьтесь, пожалуйста, сходя вам лет, кем вы работаете. Так, Ильясов Марат Григорьевич. 26 лет. Работаю адаптатором в агентстве новостей «Земьюрс». Акарова Алиса Петровна. 25 лет. Работаю адаптантом по конструированию реальности в агентстве. Я должна задать вам несколько вопросов, чтобы убедиться, что нет нарушений. Как давно вы знакомы? Вы проживаете на одной территории? Знакомый год. Проживаем вместе полгода. Планируете ли вы прекращать свои отношения в ближайшие полгода? Нет. Планируете ли вы продолжать совместное проживание в ближайшие годы? Да, планируем. А добровольно ли вы находитесь в текущих отношениях? Конечно, добровольно. Я хочу вам напомнить, что согласно правилам сохранения психологического здоровья, вы не обязаны находиться рядом со своим партнером. Вы можете прекратить эти отношения согласно правилам. Напомнить вам правила? Нет, не надо. Мы в курсе. Спасибо. Хорошо. Продолжим. Могу ли я задавать личные вопросы? А мы можем отказаться? Нет. Тогда зачем спрашивать? Я действую по процедуре. Как бы вы могли охарактеризовать ваши отношения? Нормальные у нас отношения. Мы живем вместе. Да, нормальные отношения. Есть ли у вас регулярные совместные деятельности? Да, мы планируем ремонт в квартире. Ходим в гости, в общем, друзья на разные мероприятия. Да. А у вас есть что добавить? Да, мы планируем ремонт, друзья, мероприятия. А насколько активно ваш партнер с интересованием участвует в совместной деятельности? Нормальные участия? Алиса очень заинтересована в проекте, в ремонте. Абинута тоже очень заинтересована. А напомнить вам отобренные варианты компенсации при одностороннем совершении отношений? Спасибо, мы не собираемся ничего прекращать. Не надо, спасибо. А как часто у вас возникают проблемы во взаимоотношениях? Не очень часто. А регулярно ли вы обсуждаете проблемы с партнером? Да, обсуждаем. А обсуждаете ли вы их согласно правилам сохранения психологического здоровья граждан Российской Федерации? Всегда ли вы согласовываете с партнером вербальную агрессию, нарушение границ, оценивающий высказывание, переход на личность? Да, мы всегда обсуждаем все по правилам. А утилизируете ли вы возникающую агрессию одобренными способами? Да. Просто хочу вам напомнить, что нежелание партнера утилизировать агрессию одобренными способами является легитимным поводом для завершения отношений с требованием особой компенсации. Напомнить вам эффективные поводы? Нет, спасибо. Хорошо. Продолжим. Заботитесь ли вы о психологическом благополучии вашего партнера согласно правилам сохранения психологического здоровья граждан Российской Федерации? Да. Да. Как часто ваш партнер говорит, что люди поцениваются? Мы это не обсуждали. Мы не говорили об этом. Почему? Это тоже обязательный вопрос. Да. Просто мы не обсуждали. И так все понятно. Нам тоже все понятно. Да, все понятно. Разве мы тут должны вообще делать? Нет. Правила в этом нет. Я занимаюсь диагностикой, мне надо рассчитать вероятность. Вероятность чего? Вероятность повышения правил и опасности для психологического здоровья, а также вероятность прекращения отношений. На все хорошо. Хорошо. А является ли кто-то из вас хранителем аккаунта в игру в случае смерти? Нет. Нет. Имеет ли партнер доступ к вашим счетам, паролям, совещаниям в случае вашей смерти? Мы не думали о смерти. А достаточно ли вы информированы о проблемах со здоровьем вашего партнера? Да. То есть учитываете ли вы диагноз вашего партнера и нелегоприятный прогноз в вашей смерти? Да, конечно. Высокая вероятность посттравматического и терапевтического расстройства полагает на вас дополнительную ответственность. Увеличивает компенсацию в случае несталантного. Так, давайте дальше поговорим. Хорошо. Сейчас я перечислю вам разные чувства. Если кто-то из вас регулярно испытывает человека с перечислилого, то скажите об этом. Итак, испытываете ли вы регулярно, чтобы из этих чувств? Агрессию, тревогу, разочарование, чувство неполноценности, трудности, ощущение одиночества, отвращения, сожаление о потерянном времени, ощущение беспомощности, усталости, апатию, воздражения, дезориентация, дезонированность, отчаяние, плыния, ощущение тупика, волнения, беспокойства. Что значит регулярно? Один раз в день, не чаще? Нет. Нет, регулярно нет. А хочешь ли кто-то из вас остаться со мной наедине и сообщить по недопустимым обращению и нарушению правил сохранения психологического здоровья граждан Российской Федерации? Нет. Также напоминаю, что вы всегда можете сделать это анонимное. Большое спасибо за позитивную беседу. Согласно процедуре я отправляю каждому из вас брошюмы по экологическому расставанию, способом компенсации морально-психологического ущерба при расставании. Спасибо. Также должна вас уведомить, что согласно пункту 124 ст. 142, при повторном запросе со стороны вы должны будете вместе пройти расширенную диагностику в 12 ступени программы психологического здоровья. Да вы даже не спросили, что случилось. А моя задача не спрашивает. А диагностика? Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Марат и Алиса уходят из кабинета. Сигнал браслета – индивидуальная сессия Алисы. Алиса читает надпись на экране браслета. Некоторые вопросы лучше не задавать, так как некоторые ответы лучше не слушать. Ведь у меня тут имеется в виду то, что раньше люди могли говорить друг другу неприятные вещи в ответ. Да, сейчас никто ничего подобного себе не позволяет. Но в этом-то и проблема. Вот если я, например, хочу узнать, что он любит меня, то даже если я спрашиваю, все равно не знаю правду. Даже если я не любит, то не скажет, потому что это, видите, не нарушает моё психологическое здоровье. А как же тогда определить? Ведь даже по посту ты мне определишь. Никогда не узнаешь, делая прямо что-то, потому что любит тебя или потому что соблюдает правила. Хочет ли он тебя по-настоящему рассказать? Да, и потом, значит, по-пространству. Действие 5. Квартира Марата и Алисы. Алиса и Марат приходят из гостей, смеются. Господи, я не могу остановиться. Это же надо было такое придумать, что согласие на секс похоже на сыроедение. Сложно быть нормальным и получать от этого удовольствие. А шутка про волосы на ногах? Пожалуйста, не напоминай, она ещё никогда не остановилась. Оба долго смеются. Ну вот как у них это получается, Антон? Как? Вот я тоже, как это у них получается? Ну что они просто придумывают шутки заранее, перед приходом гостей, и типа распределяют роли. Ну это вряд ли. Выглядит как импровизация. Может, у них просто есть пару десятых ссылок, и они их всё время типа по кругу. Слушай, а почему ты не можешь просто допустить, что они счастливы к другу, и у них обеих хорошие чувства? Просто счастливые люди, которые постоянно шутят. Вот именно. Может быть, у кого-то всё хорошо. А если они всё время шутят то, как они утилизируют взаимную агрессию? Встраивать персональный стендап? Это же не единственный способ. Может, у них вообще не возникает взаимная агрессия? Такого не бывает. Но вдруг? Вот им точно не нужно никакой зелы. Ну тогда они просто случайный выброс выборки. И зелах нужен всем. Слушай, ты что не веришь в систему? Ты ведь согласилась участвовать не для того, чтобы сделать ремонт, а повесить камерные стены. Нет, я, конечно, не верю. А ты почему согласилась? Потому что из зела посвободит нас всех. Любовь не будет проходить, поэтому кому больше не придётся оставаться в отношениях с ней ни одного дня. А тебе до этого какое дело? Ой, что-то я вновь не слышал. Тебя это не беспокоит? Я разложила иду на полу, жрать за почту или нет. Марат, вот как ты думаешь, если Андрей и Ольга любят друг друга, то там часто только друг друга они говорят? Не знаю. Говорят, наверное. Ты же понимаешь, это ничего не доказывает. Сигнал браслета, индивидуальная сессия Марата. Марат читает фразу на экране браслета. Любовь — это когда его страницу ВКонтакте открываешь чаще, чем свою. Видимо, ВКонтакте — это одна из тех древних цивилизаций, сетей, социальных сетей, в которые люди сами писали, что хотели, даже без предварительной проверки. Представляете? Могли написать что-нибудь злое, агрессивное или кого-нибудь оскорбить. Сейчас, конечно, это все воспринимается как какое-то дикость и невероятное. Наверное, эту фразу следует воспринимать в переносном смысле. Может, это значит, что один из факторов интересуется им больше, чем собой, или что он станет интересным его выше своих. Почему не любовь в себя требует каких-то жертв? Есть же понятные правила, когда проявлять интерес, как искать компромиссы, как утилизировать негативные эмоции. И все уже приняло. Никак не связано с любовью. Это должен делать каждый человек в отношениях. А вот если ты делаешь это не потому, что нужно следовать правилам, а потому что против того, тогда, наверное, это любовь. А если не хочется, значит, нет ничего. Только никто будет на тебя об этом не приходить. Сигнал браслета. Сессия заканчивается. Действие продолжается. Как думаешь, а не назначен, какой-то другой механизм в северном пауле? А почему тебе это интересует? Ну, не знаю. Постоянно про это спрашивают. Кто? Ну, акцентат психологического здоровья. Ну, не знаю, я. Не знаю, не знаю, не знаю. Может быть, если это такой способ выяснить, насколько мы доверяем, ты же не дашь доступ к свиному бокалу первому встречному. А ты правда никого не назначишь? Никого. Я не собираюсь вообще выбирать в ближайшее время, поэтому и юный хранитель. Ну да, ясно. А вдруг, например, тебе кирпич на рулу пойдет, да? Сказал. Очень смешно. Он сказал, что ты назначил его своим хранителем три года назад. Представляешь? Да назначил. Что еще интересного он рассказал? Сказал, что вы мечтаете сделать агентство новостей без дотации. Ты мне не рассказывал, правильно? Ну, какой в этом смысл? Если только я не решу продать почву, то у меня и так со стороны не очень. К тому же, кому сейчас нужны нормальные новости, которые вы будете читать. Мы теперь даже про катастрофу пишем в виде мемов. Изи Ньюс весело и быстро. Я почитала в виде мемов. Но ты не все. Да, я не все. Слушай, если я тебя еще раз уточню про хранителя, это не будет выглядеть как эмоциональное? Нет, что ты спрашиваешь? Конечно. Я забыл. Я тебя с пьяным назначил и забыл. Это же три года назад. Ты знаешь, мне кажется, я и сейчас чувствую, что это из этого списка. Из какого списка? Ну, из этого ее списка. Орешает тревога, разочарование, чувство новоценности, грусть, ощущение одиночества, отвращения, сожаления о потерях времени, ощущение беспомощности, усталость, напачивая раздражения, диссерентация, изолированность, лечение, ныне и ощущение, как и право, волны и без сухи. Знаешь, как-то не могу определить точно, как вы думаете. Пауза. Прошу. Просто устала. Давай быстро это утилизируем. Хочешь, я тебе расскажу ту историю про медведя, которую посадили в клетку с лисами? Она очень смешна. Тебе точно понравится? Я не хочу. Медведя, у нас постоянно включили звезды. Звонок в дверь. О, техник из Изилав пришел. Очень вовремя. Действие 6. Квартира Марата и Алисы входит в Григорь. Добрый день. Григорий Александров, технический специалист компании Изилав. У нас с вами назначено. Здравствуйте. Садятся за стол, Григорий достает планшет. Я должен вас предупредить, что наша беседа записывается, но все, что тут происходит, остается конфиденциальной собственностью компании Изилав. Давайте погиб. Компания Изилав выражает вам свою огромную благодарность за участие в проекте и передает, что очень ценит ваш уклад в создание приложения, которое поможет людям достичь гармонии, настоящей любви. Все молчат. Есть ли сейчас какие-то проблемы или вопросы, связанные с вашим участием в накоплении базы данных? Да, есть один вопрос. Откуда вы берете эти дурацкие фразы во время индивидуальной сессии? А, а это из паблика. Статусы про любовь со смыслом. Из какой-то древней социальной сети. Транслируются участники случайным образом. А какой в этом смысл? Почему мы должны объяснять их и искать в них общее с нашими отношениями? Это позволяет системе калибровать вас и вашу ситуацию. Почему такие странные способы? Не знаю, так решили разработчики. Вот у меня тоже есть вопрос. А что делать те, у кого сейчас все плохо в текущих отношениях? Все просто. Использовать Изилав в новых отношениях с самого начала. С текущими отношениями что делать? Пауза. Также я должен вас уведомить, что при прерывании участия в проекте вы не получаете денежной компенсации за участие. Вам остается участвовать один месяц. Планируете ли вы продолжать участие в проекте по накоплению базы данных? Планирую. Отлично. Тогда у меня для вас предложение от компании. В настоящий момент мы работаем над уязвимостью системы. Предлагаем вам поучаствовать в эксперименте продолжительностью один месяц. При успешном завершении эксперимента вознаграждение участников утраивается. Утраивается вознаграждение за последние месяцы участия? Нет. Утраивается все вознаграждение. То есть вы получите в три раза больше денежных средств, чем планировалось изначально. Вот это да. Кого нужно предать в такие действия? Нет. Ничего особенного. Вы должны постараться обмануть систему. Каким же образом? Система должна диагностировать, что вы испытываете взаимные любовные чувства с вероятностью не менее 95%. Проще говоря, вам надо притвориться, что вы друг друга любите. Что значит притвориться? Нет, вы не волнуйтесь. Не все время нужно будет притворяться всего лишь два раза в день. Утром с 10 до 12 и вечером с 19 до 21. Записываться будет только это время. Сигнал будет уведомлять о начале записи. Индивидуальных сессий не будет. Я не понимаю, что значит притвориться? Значит вести себя как влюбленные в друг друга люди. Подумайте, что делают и говорят те, кто друг друга любят на самом деле, а не просто следуют правилам. Попробуйте делать это искренне. Для диагностики ситуации после каждой сессии вы сможете видеть оценку системы по вероятности взаимных любовных чувств и корректировать свое поведение. А зачем вообще это нужно? Ну это же очевидно. Если, например, система научится с высокой точностью диагностировать, что оба партнера друг друга не любят, то они смогут сразу расстаться. Не надо ждать легитимных поводов. Никому не понадобится компенсация. Изи обеспечит любовь для тех, кому это нужно. И даст свободу тем, кто вошел в отношения без системы и разлюбил. А сексу можно сливать? Нет, это не обязательно. По желанию. Что сейчас система диагностировала? Кому скажешь, что сливается? Минучку я уточню. Смотрит планшет. Так, отсутствие выраженных любовных чувств с обеих сторон с вероятностью 98%. Извините, меня выслушаетесь. Алиса выходит, молчание. Слышится, как где-то скребется хомяк. Что это за странный звук? Не обращайте внимания, это наш хомяк. Он отчаянно борется за жизнь перед подковой. А, это жестокое обращение с животными? Нет, это его свободная боли. Хорошо, это хорошо. Алиса возвращается, она взволнована. А система не может ошибаться? Ну почему? Может, конечно, с вероятностью 2%. Компания ИзиЛаб выражает вам огромную благодарность за участие и надеется, что вы продолжите участие в проекте на предложенных условиях и внесете свой важный вклад в построение здоровых и гармоничных отношений других людей. Ваша помощь очень нужна и цена. Я позвоню вам завтра, чтобы вы сообщили о своем решении. Все подробности у вас на почте. Всего доброго. Григорий уходит, Марат и Алиса долго себя мочат. Устанели? Нет, стоп. Нет, конечно, я тебя люблю. Эта система ошибается. Это же пока прототип. Ну подумай сама. Как какой-то робот может понять, что у меня внутри. Алиса ложится на пол и начинает качать пресс. Марат включает громкую музыку и ложится рядом. Оба качают пресс. Действие 7. Сигнал браслета. Утро. Квартира Марата и Алисы. Алиса вспыхает. Марат заходит с чашкой кофе на подкос. Последит Алисе нежно ее целую. Доброе утро, любимая. Алиса подтягивается, просыпается. Ох, кофе с утра. Моя мечта. Марат целует Алису в лесок. Все для тебя, любимая. Нравится больше. Алиса пьет в гофе. Очень нравится. Ты лучше всех умеешь готовить кофе. Я этому научился специально для тебя. Как тебе спалось, моя девушка? Очень хорошо. Знаешь, мне вкус и сок. Романтично. Да, очень романтично. Хочу тебе рассказать. С удовольствием поступить. Ну, знаешь, это была весна. С тобой были факты по фонтанам. Ну, того, который по фонтеракту построили. И теперь так красиво, громко было и солнечный зим. Было много живых цветов, которые очень пусты капли. Мы сидели под деревом на стамейке, тажали с арки. Семьяли, седали мороженое. Какое мороженое? Ну, без сахара, естественно. А, ну, нормально. И вот мы сидели, болтали, обнимались. И вдруг сидели, и перед нами спрыгнул медведь. Медведь? Откуда он взялся? Я не знаю, это же сон. И тогда я запрещала бронка. А он тоже испугался и напал на тебя. Подбежал и разом откусил тебе голову. Раз, секунду. Раз и все. И оно покатилось по асфальту. Стоп. Стоп. Стоп покатилось. Твоя дрова. Что с таким глухим звуком знаешь? Баран показывает на браслет, крутит пальцем у виска. Лиса, это все очень интересно. Мы, может, лучше поговорим о нас? Не, 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 ты знаешь, я очень хочу, чтобы ты слышал. Знаешь, медведь от Кусевкова убежала. А я сижу, не знаю, что же мы теперь делаем. Люди же вокруг собирались. Кто-то скоро уже начали вызывать. Одна женщина по морду кала. А я сижу и плачу. И тут ко мне подошел Джамиль. Я не знаю, как тебе помочь. Тебе нужно идти в Фуксе, вам скидки. Одну берешь, а вторая в подарок. Поспеши. Ну, я и спешила. И это потому, что ты любила меня и хотела спасти? Конечно. Поэтому я прибежала в Фуксе, нашла подходящую голову в отделе Заворовки. Вторую тоже приглагали в банк. Мне же только одна была нужна, правильно? Положила в суд. Я со всех нам покажала обратно в банк. Развернула и проставила к тебе. И тут, ты знаешь, произошло чудо. С неба появился луч света и осветился. И взялась небесная музыка. Как будто Англия появилась. И что же они пели? Я уже не помню. И что-то типа того. Легче, проще, уже не кажется так бесконечно без тебя. Ночи хочешь мне наплевать, что тебе хочешь, и ты без меня. Мои вселенные, ты был господин. И никого вокруг, только ты один. Я один, мать. Ты не знаешь, откуда? Мне с первого я слышал. Да вот, знаешь, потом произошло второе чудо. Как только я доставила Вову один раз, она проносла, и как будто ничего не было. Для этого глаза я думала, что ты ничего не запомнил. Но ты же запомнил и сказал. Смотри, ты меня сцелила. Тебе, тебе всегда хочется быть со мной, потому что без тебя это орать начнется. Очень романтично. Ну вот. Я и говорю, что это был очень романтичный слух. Сигнал браслета. Ты из ума сошла? Ой, виртуальная агрессия без предупреждений. Прости, ну зачем это сделала? Ты во время записи у нас и так вероятность взаимной любви всего 44%. Да, после этого вообще будет хуже. Ну хорошо, начали. У тебя есть идея получше? Я вообще думаю, что эта идея вспомнилась, как делали сто лет назад. Вперед. Теперь твоя очередь придумать, как мы будем изображать любовь вечером. Хорошо. Как консультируйся с Ольгой и Андрей. Может быть, они подскажут, как ведут себя любящие? Тогда тоже спроси у кого-нибудь из своих друзей, как это бывает на самом деле, когда люди любят друг друга. Обязательно спрошу. Как хорошо, что у нас в окружении есть те, кто не притворяется. Да, слава богу. Действие 8. Комната Алисы. В воздухе проецируется экран. Алиса разговаривает с клиентами. Добрый день. Что вы на творите? Подождите, давайте обратим сигнал. А то к подписчикам прекратилось. Но приток в вас плюс 20%. Показать тебе даже лучше, чем мы изначально планировали. Да большинство моих подписчиков ненавидят меня. Почему вы так думаете? Они пишут, что вы заключенные? Нет, они не могут. Большинство просто молчат и наблюдают. Уверена, они считают, что рыбки умерли, потому что я плохо о них заботился. Мы не знаем этого наверняка. Но видим, что ваши посты снова в топе. Они приходят и ничего не комментируют. Лучше бы они писали гадости. Вокруг меня пустота, безмолвие и ненависть. В точки зрения эффективности нет разницы. Любят они вас или ненавидят? У вас рекордное количество посещений. Комитет по защите прав животных собирает подписи, чтобы до конца жизни лишить меня права иметь животных. Это очень хорошо. Теперь ваш образ перестал быть однозначно положительной. вы стали гораздо более ближе к утюгам. Я потеряла то, что имела. Это потому, что мне хотелось больше и больше. Давайте посмотрим, на что тебе излишне придется. Мы дали искусульта, но это сопровождается нарастанием агрессии, да. Поэтому вы просто должны им утилизировать. В итоге популярность достанется, а анигатика устранит. Я не хочу ничего утилизировать. Что вы имеете в виду? Они любили меня. И я никогда не была с ними откровенна. Тотальная имитация всего. Я просто симулятор. Статистика показывает, что излишняя откровенность вызывает слишком сильные эмоциональные переживания в аудитории. И вводит к отопу. Не отпевать. Я хочу быть собой и писать, что думаю. Без консультанта. Нет, это опасно. Ситуация может быть искусно контролем. Мы не можем спрогнозировать, что это впоследствии не поведет. Иногда нужно рискнуть и показать свою поязвимость. Я должна уж предупредить, что это может быть секрет вашего психологического здоровья. Мы не верны, что это вернет вам любовь к аудиторию, а не ухудшим ситуациям. Вы никогда не думали об этом? О чем? О том, что любовь слепая и ее трость розыгран. Ну, простите, у нас всего доброго. Сигнал на отключение связи. Действие 9. Марат и Алиса с тележками находятся в Айкее. Вокруг много людей с тележками в судно. Романтический ужин при свечах это была отстойная идея. А вот ты сейчас серьезно научишься. Сразу несколько правил по своей психологической дороге. Извини. Слишком много надо притворяться по разным поводам. Ой, посмотри, какой смешной стакан для зубных щеток. Там 4 отделения. Хотел бы я посмотреть на придурка, который покупает свои 4 щетки. Это для семьи. Че? Не понял. Это стакан для семьи с 4-х человеком. 4 разных щеток. Для мамы, папы и для детей. А для тех, у кого настоящие судьи. А. А. А если у них один ребят? Просто отделение дает на них своей пустотой каждое утро? Слушай. А может мы тоже притворимся, что планируем детей. Хотим делать ремонт в детской комнате. И поэтому выбираем всю эту хрень. В наше время можно хотеть детей только от большой любви или большой глупости. Будем выбирать стаканчики 4 отделения? Да. Сделаем близнецов. Думаешь, система поверит в это чушь? Почему нет? Я люблю тебя. Ты тоже любишь меня. Мы хотим сделать ребеночка. Маленького карапуза, который будет вливать нам на одежду и раскинуть еду по комнате. И что-то подивительное. Хотя нет, стоп. Надо делать все последовательно. Сначала надо познакомиться с родителями. Нет, в этом я точно не буду сейчас. Да, это классная идея. Если уж моя мама поверит, что мы любим друг друга, то система поведется. Это точно сработает, у нас осталась одна неделя, а у нас пока только 60%. Ну а что мы потом скажем, когда проект закончится и разойдемся? Да то же, что и все всегда говорят, не сошлись характерами, но расстались экологичными. Пауза. Алиса показывает на товарах. Как тебе эта деструкция? Не слишком ли она в работе? Марат подходит к полке, вертись деструкции. Нет, нет, лучше взять коллапс. Он хотя бы по цвету подходит к полке. У тебя есть идея, о чем мы будем говорить во время записи? Ну а ты же придумала, как нам, что нам на прибище паре надо пойти в Икеа? Скажи. Ой, посмотри на всех этих людей. Как думаешь, зачем они все ходят сюда вместе? Единственные, единственные виртуальные магазины. Может они чувствуют втенение, когда в едином порыве ссорятся из-за цвета штор со своими партнерами? А мы тоже должны будем ссориться, когда будем выбирать что? Давай лучше поссоримся из-за цвета шторм. Я шучу, нам нужна история, нам, ты была права. Почему? Ну когда люди любят друг друга, они делятся самым сокровенным. Не боятся показать свою уязвимость. Мы рады смотреть на часы. Ну с чего? Ну все, готовься к порции откровенности. Что прямо тут? Конечно, идеальное место для трогательных историй. Куча людей, которых интересуют только домашние принадлежности. Да тут можно совершить суицид, и никто не заметит. Сигнал браслет. Моя мать бросила моего отца, когда мне было шесть. Тогда я думал, что это из-за того случая со снеговиком. Какого случая? Ты мне ничего не рассказывал про снеговик? Может и правильно, что не рассказывал. Так себе история. Мне было шесть. Днем мы с обцом гуляли перед домом и перепили снеговика. Отец придумал, что это не просто снеговик. Снеговик ученый, который занимается проблемой снеговиков, и хочет сделать так, чтобы они не умирали, когда теплее. Вечером мы решили слепить ему шляпу для совместности. Снова вышли в отбор. А там парни лет двадцати кидали снежки в нашего снеговика и ржали. Они были пьяны. Отец им крикнул. Вам мешает? Один из них подошел и толкнул его в руки. Ну-ка, повторим их дела. Отец спросил. Я говорю, зачем вы ломаете снеговика? Голос у него дрожал, а углубки говорят. Мужик, а ты сейчас обретешь по полной программе. Ты на кого наехал? Мы сейчас тебя так отпиздим, что ты сам станешь как снеговик. Потом один маленький такой подругерцунг подошел к ему в полку и сказал очень серьезно. Ну, извиняйся, сука, блядь. Я стоял, мне при себя говорил, папа, ну давай, ты лешай этим уродом. Ты же сильный, ты же можешь их обоих повалить. Давай, ну не валяй ты. Знаешь, что он сказал? Он сказал, ну ладно, ребят, я пошу тебя изменить. Он сказал этим отморозным, извините. Они зажали, стали двенадцатый кидаля на бой, а мы стояли и смотрели, как они разрушали его доставали. Что было дальше? Дальше в лифте он старался не смотреть на меня. Но я не выдержал и спросил, папа, а разве ты не сильнее их? Ты же мог их побить. Знаешь что? Он ответил, я был из ребенка. Так сказал, ну-то меня там не было. Кому он это ответил? Я потом много раз пытался себя представить на его месте, пытался оправдать, а он потом перестал. А на следующий день мать его бросила. Я тогда подумал, что она из-за этого снеговика его бросила, потому что в окно все видела. Вот так я подумал в шесть лет. Никому не нужно слабоить. И тогда я решил, что никогда не буду слабоохнуть. Алиса берет ворота за руку. Никогда не пущу. Не очень сильно. Сигнал в браслете. Ты что, поверила? Что у тебя с лицом? Ты плачешь. Ты все это придумал? Ну нет, не все. Я вообще никому не предать не рассказывал. Не в истории. Только тебе. Да, а что не сделаешь, мать денег, да? Между прочим, уже 70%. Классно ты все придумала. Встретимся с родителями и будет вообще 100%. Алиса показывает на апокалипсис. Смотри, мне определенно нравится этот апокалипсис. Возьмем? Да. Действие 10. Брат и Алиса сутятся дома на кухне, достают закуски, режут хлеб. А все-таки была красивая идея с откровенной историей. Сама придумала. Нет, на работе, подсказай. Кстати, а как у тебя дела на работе? У тебя это правда интересует. У тебя записи очень хорошо. Правда, что тут готово. А что за последние полгода ты первый раз в нас прошла, что это? В общем, дело плохо. Моя клиентка решила сама управлять себя на аккаунт. В итоге все вышло с под контролем и пришлось совершить самоубийство. А перед этим она написала какую-то чушь про то, что мы должны бороться за наш настоящий монстр. И возможности проявлять. Вот это поворот. Сошла с ума и убила себя из закручки трой. Да. Услышала, что это было виртуальное событие. Но с работы меня теперь увольняют по-настоящему. Я последний пост вызывал в актуальный витинг по всей стране. Может, это было охреново, вот есть вы? Да нет, нормальная идея. Просто только если что, много невыраженной агрессии, они все время ищут повод. И волнуйся, скоро вступит лучше денег, и ты сможешь найти себе нормальную работу, не ради денег. Ты тоже. Да, и я. Ладно, все, пойдем. Неприятно обману, собственно, приходите. Может, подумать, я никогда этого не делала. Только один раз. Когда говорила, что не могу пойти на праздник России, потому что у меня болит головой. И не говорила, что они у тебя из этих. Ну, знаешь, просто у них была тяжелая жизнь. Но когда все стало просто и понятно, теперь проще. Но я им все равно люблю. А твоя мама, она какая? Она никогда не пойдет на такие мероприятия. Думаешь, я ей понравился? Уверен, что нет. Ей вообще никто не нравится. Но это все не важно. И главное, не забудь, что ты топишь за детей. А я за свое. Действительно, никакой разницы. Ходит в комнату с едой. В комнате большой стол. За столом сидят мама Алисы, папа Алисы, мама Марата. Мама Марата разговаривает по телефону. У меня сейчас сложилось ощущение, что я повторяю одни и те же вещи несколько раз. Я испытываю раздражение от того, что мы выпиваемся из графика. Нет-нет, никаких негативных эмоций. Я просто передавляю о возможных эмоциях нашего сотрудничества. Всего доброго. Откладывай телефон. Долбовик. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Мы не будем на вас жаловаться. Мы все понимаем. Да никаких жалоб мы же понимаем. Спасибо. А какая у меня ситуация? Спасибо всем большое, что вы нашли время и пришли. Мы очень рады. Ты сказал, что это вопрос жизни и смерти. Что? Ну, не могу умирать без присутствующих? Ты бы не пришла иначе. Мы хотели, чтобы вы познакомились, потому что это очень важно. А почему это важно? Да, почему? Потому что мы хотим пожениться и жить с семьей долго и счастливо. Серьезно? Ну, я давно говорила, что надо определяться. Алиса нам рассказывала, что Марат чудесный молодой человек. И я очень рада, что он решил сделать этот ответственный шаг. Да, чудесный человек и ответственный шаг. Мамочка, мы уже обсуждаем, что у партнеров поднялись, и у всех закрепленных за ними парик вируются в зависимости от пола. Так что мы оба решили сделать этот шаг. Ну, кому бы же это пришло первому полу? Ты сейчас демонстрируешь, мама, недоверие и пытаешься заставить меня оправдываться. Это очень токсично. То есть это большая любовь на всю жизнь? Да. Безумно люблю эту женщину и хочу быть вместе с ней. А я его тоже люблю и хочу от него детей. Понятно? Мама, Алиса пытается сдержать смех, у нее не очень получается. А что тут таковано? Думаете, Марат не может никого полюбить? Или его никто не может полюбить? Ну, что в этом странного? Ну, что молодые люди любят друг друга. Да, ничего странного. Все хорошо. Извините, ставлю реакцию. Марат, давай обсудим это после. Давай не будем коротки вечером. Вы просто не до конца понимаете ситуацию, а я немного лучше знаю, сколько сын. Я его тоже прекрасно знаю. И не все мужчины одинаково ужасны. Если кому-то не повезло найти своего человека, это не означает, что это не возможно. Вы знаете, сколько раз за последние пять лет я платила за него компенсацию? Каждый раз была большая любовь во всю жизнь. Прямо как сейчас. Десять или двенадцать раз, а я уже забыла. Марат, так я не распрашиваю. Это правда? Это правда? Правда. Правда. Каждый человек имеет право на ошибку. Как понять, что любовь настоящая, если не с чем сравнивать? Зато теперь я точно уверен в своих чувствах и чувствах Алисы. Ну, я не хочу сейчас задеть ничьи чувства. Но я больше не буду финансировать чужие ошибки. Если ничего не пробовать, то ничего не будет. Даже если это ошибка, то он больше не будет просить у вас никаких денег. Ну, где же ты их возьмешь? Собираешься обратить банк или, может, устроишься на нормальную работу? Нормальная у меня работа. Нормальная у него работа. А что нормальная работа, да? Да молчи уже, видишь, что повторяешь за всеми. Ой, прости, это я не про тебя. Я люблю Алису. Моя любовь каждый день растет и простирается вдаль, как бесконечный космос. Поэтому твои деньги мне больше не нужны. И я люблю его, люблю тоже. И моя любовь, как черная дыра, которая проглощает все живое и неживое. Бестовная черная дыра, которая вмещает всю любовь всего этого мира и всей вселенной. И всех других вселенных тоже. Да, как черная дыра. Я не знаю, что бы ребята задумали, но вы оба, да, друг друга спорите. Удачи. Очень приятно вам познакомиться. Мне, к сожалению, нужно не снять. До свидания. Я провожу. Мама Марата уходит. Марата уходит за дверь провожать. Все зря. Ничего не получилось, все за пароль. Вы не расстраивайтесь, а некоторые вещи требуют времени, чтобы их принять. И не все понимают, что любовь слепая и трость у нее розовая. Мама, так сейчас что означает? А что именно? Вот эта странная фраза, откуда? Вчера шла из Кукси. Видела на стене дома. Подростки нарисовали, наверное. Алиса, иди скорее сюда, посмотри на это. Что там? Эрнеста нашелся? Да какой в жопу Эрнеста нет 98%? У нас уже 98%. Алиса убегает в комнату. Мама и папа Алиса сидят за столом вдвоем. Молчат. Папа Алиса начинает тихонько петь. Папа Алиса, иди скорее сюда, посмотри на это. Я открываю мир других мужчин. Малополовин, мало-малополовин. Малополовин, мало-малополовин. Малополовин, мало-малополовин. Я открываю мир других мужчин. Тут их привязалось в последнее время. Действие 11. Алиса дома включает музыку, ставит на стол шампанское, Звучит как звук ключа. Дверь открывает Марат, в руках у него Хомян. Марат входит в комнату. Знаешь, где я его нашёл? Эрнесто! Да, представляешь, этот пушистый гадёныш каким-то образом выскочил в холл и пытался уехать на лифте, нажимая вверх. Алиса бьёт Хомяка, приезжает к себе, целует. Господи, я думал, я тебя уже никогда не увижу. Спасибо тебе большое. Целуют Марата в щёку. Алиса носит Хомяка и возвращается. Кстати, звонила твоя мама. Приглашала нас завтра на обед. А мне звонила твоя. Сказала, что очень рада была наконец-таки познакомиться лично. Мы оба молодцы. Да, ты был прав. Это классная идея. Давай, открывай скорее шампанское. Мы это сделали. Марат открывает шампанское и наливает. Ах, заизила. Я давно не была так счастлива. Добивают шампанское. Алиса, слушай, я должен тебе кое-что сказать. Давай не сегодня. Сегодня день я хочу не эксперимент, а день праздник. Сегодня я хочу только веселиться. Да, да. Но сегодня по работе я отдал... Марат, пожалуйста, давай не будем сейчас работать. Скоро тебе вообще не привезет нам работать. Я, кстати, собрала твои вещи. Так что чем ты планируешь заниматься после всего? Спасибо. Не знаю. Пауза. Марат наливает тебе ещё один бокал, выпивает залпом. Алиса, мы не получим. Хорошая шутка. Слушай, у нас 100% взаимные люди. Это даже больше, чем было нужно. Марат, мы хапнули эту крёвную систему. Мы с тобой её обманули, понимаешь? Алиса, не читаешь новости? Слушай, ну мне не сегодня до этого, правда. Не до этого. Посмотри, пожалуйста, последний мир на нашем сайте новостей. Я вы сам. Алиса открывает экран во всю стену. На экране надпись «Горячая новость». Алиса кликает на неё и открывает новостной мем про Изилалку. Что это такое? Я не понимаю. Это всё изначально было фейком. Техник Григорий, который приходил к нам на самом деле основатель цифрового сопротивления, и ничего не получил, как и миллионы других парков. Подожди, ну это просто не может быть. Как же сайт, и главная компания, система? Как же и дела? Ты зайди на Excel. Алиса заходит на сайт, изображение проецируется на всю стену. Появляется заставка с руженным полем и крупная надпись «Любовь слепая» или «Трось розовое». Что это за хрень? Я не знаю. Видимо, это его последние слова. Никто не знает в теле никаких цифровых соображений. Да. То есть всё было зря? Да. Целый месяц я притворялась, а вы только ничего? Я тоже окончу. Пауза. А знаешь, если вообще разобраться, это будет не так уж и плохо. Ничего хорошего. Да, да. Ты права. Ничего хорошего. Ладно, пожалуй, я пойду. Мне пора. Теперь пора. Марат уходит, забирает сумки с вещами, останавливается, смынет на стену. Ну, пока. Пока. Марат. Ой, смотри, у тебя у бумажных обоев уголочек отклеился. Давай я приклею. Клей на кухню. Марат приносит клеит табуретку, установится на стул, приклеивает уголок обоев. Алиса при шампанское, вернувшись к окну. Неожиданно Марат падает с табуретки. Алиса резко оборачивается. Марат, осторожней. Что-то нехорошо, в глазах темно. Что с тобой? Голова кружится, я ничего не вижу. У Марата начинаются эпилептические припадки. Господи, Марат, что с тобой? Тебе плохо? Марат не отвечает, бьёт за футболку. Сейчас здесь сейчас в избу скорую, сейчас. Где телефон? Алиса убегает за телефоном, звонит в скорую. Алло, да-да, номер 1025. Макарова Алиса, всё верно. Пожалуйста, давайте скорее, человек умирает. Я не знаю, что с ним. Да, похоже на эпилептический припадок, но никогда не видела, как он умирает. Я не уверена. Приезжайте, пожалуйста, скорее. Марат дёргается в припадки и внезапно теряет сознание. Алиса подбегает. Марат, что с тобой? Марат, ты живой? Что за тема? Начинаешь что-то искать в телефоне. Алиса, что ты делаешь? Марат, что с тобой? Мне уже лучше, возьми Марат. Марат сжимает руку Алис. Слушай, скоро сейчас приедет. Потерпи ещё, пожалуйста, две минуты, хорошо? Смотри. Что, где? Марат резко встаёт на ноги. Смотри, ты меня исцелила. Теперь тебе всегда придётся быть со мной вместе, потому что без тебя опять начнётся. Что ты сейчас сказал? Я сказал, что ты меня исцелила. Ты что, притворялся? Нет, конечно, это всё в силу твоей любви. Блин, дурак ты! Я ненавижу тебя! Ты всегда и был и останешься, и затянется своей страной жизни. Убирай себе бонус моего дома. Я тебя больше ничего здесь не держу. Я ей полегче. Ты нарушаешь вообще-то моё психологическое... Так не скрывай на твоё психологическое здоровье. Это была самая дурацкая шутка на свете. Я ужасно испугалась. Да, чувство юмора у меня, конечно. Так себе, ладно. Выпью. Рассвалишься. Алиса опускается на пол. Мара ценится рядом. Наливает шампанское. Пьют. Алиса звонит по телефону. Алло, скорая? Простите, пожалуйста, у нас всё нормально. Нет-нет, никакого вреда. Я ошибаюсь. Сложится звук. Василийну комнату выбегает хомяк. Ну вот он опять сбежал. Ну что, доконать мне сегодня? Алиса берёт хомяка, через 5 секунд возвращается с клеткой. В клетке сидит хомяк, а второго хомяка Алиса держит в руках. Что за херня? Ооо, значит, это был не Эрнест, да? Я нашёл другого хомяка, который просто пробегал, видимо, мимо. Ну и кто из них Эрнест? Мне кажется, Эрнест у тебя в руках. Да? А вот это нахрен кто? А это его друг. Или враг. Давай назовём его Эрнест? Алиса сажает второго хомяка в клетку и уносит. Возвращается, садится, наливает шампанское. Сколько у них хомяка, да? Чтобы они расстраивались? Вот ещё и делать больше ничего. Долгая пауза. Все на полу пьют шампанское. Пора. Что? А чем закончилась эта история? Какая история? Да, про медведя. Да ничем. Не скажешь. Да правда, она ничем не закончилась. Не скажешь. А там не скажешь. Ну, в общем, эти лисы сделали подбор. И потом из-за этого как раз собственно медведь сбежал. Они, знаешь, всё время проводят моры. А там был заменный пол, поэтому медведь сбежал. И лисы, которые сбежали. И вообще всё. Которые его нашли? Кого? Ну, медведя, который сбежал. Да, нашли через три дня на огороде в деревне и вернули автору. И это всё? Ну да, всё. На этом история заканчивается. И это никакого смешного продолжения? Нет. Здравствуйте. Согласен. Зачем ты мне всё время пытаться сказать? Ну, здоров. Просто хотел прояснить тебя. Конец. Ну что, давайте дадим минуту к Сергеевке. Привет, Киришко. Елена Копралова. Дима Соколов. Котина Белошапкина. Людмила Корниенко. Марина Бойко. КОНЕЦ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова НОГО. КОНЕЦ. Продолжение следует...